Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Вы на канале прогулки по Харькову. Сегодня немножко опять прогуляемся по нашему парку и расскажу о наших вчерашних прилетах. Как обычно, добавлю видео из телеграм-каналов. Это официальные новости. Чтобы вы посмотрели первоисточники. Харьков давно не обстреливали. Давно, это буквально, может, в течение недели, я уже так не вспомню, не было прилетов в городе. Даже как-то немножко было удивительно. И вчера были прилеты. Это было в начале одиннадцатого вечера. Я в этот момент мылась души и вдруг пропал свет. Вот. Первая мысль, что случилось, точно прилеты. Пропал свет, были прилеты. Но как-то по инерции еще вода течет, моешься дальше, не знаю, что делать. И тут слышу взрыв. Громкий взрыв. Он, видимо, был близко от моего дома, потому что я была в душе, была закрытая дверь, шумела вода, и я его хорошо услышала. Еще сейчас ебнет и туда, блядь. Тут пролетел. Он еще, блядь, сука. Свет, блядь, минус, сука. Твари, блядь. Конечно, что делать, это вылезать из душа, быстро вытираться. И тут слышу второй взрыв. Вот. И возникают такие мысли, вдруг сейчас прилетит мой дом. Меня потом будут искать спасатели. А я без одежды в душе. Стыдно. Нужно быстро вытереться, одеться. Это все, конечно, шутки. Шутки шутками, но вчера опять харька обстреливали. У нас сегодня тепло. Очень красивая осень. Деревья желтые, красные, зеленые. Небо голубое. А вот растет дуб. И видите, прямо лицо видно. И кто-то даже нарисовал глаза. Голубые глаза, бороду, нос видно. Такие усы большие. Как будто бы такой какой-то богатырь или старик нарисован на этом дубе. Так вот, я вышла из душа. Вот, поняла, что света нет из-за прилетов. Давай искать свечки. Ну, благо они стоят у меня на кухне. На полочке сразу видно. Нашла свечи, нашла спички. Вот, тут позвонила сестра, спросила, что у нас со светом. Вот, я говорю, что у меня в доме его нет. У них в доме тоже не было света. И, говорит, видно было, что свет пропал на Салтовке. И в некоторых домах на нашей улице. Интересно, что часть домов была со светом. А с другой стороны улицы дома были без света. Вот, в общем-то, потом, как обычно, читаешь новости в телеграм-канале, открываешь, ищешь. Были прилеты. Два прилета было в области и два прилета было уже в городе. Это опять были кабы, которые запустили с Белгородской области. Вот, к счастью, вчера никто не погиб. Вот, кабы попали рядом с домами. Дома частично разрушены, но разрушена заправка, станция техобслуживания, гаражи. Некоторые частные дома разрушены частично. Вот, что еще? Сгорели машины. Вот, и ранено 12 человек, и среди них один ребенок. Сразу же на место прилетов выезжает наш мэр Игорь Терехов. Включение было в Основьянском и Киевском районе города Харькова. По Киевскому району разрушено 12 приватных домов. На жаль, есть один постраждавший. Кроме того, в Основьянском районе было влечения в помещение, в котором, на счастье, никто не перебывал. Но порядка многоэтажная забудована. И очень много многоэтажных домов, домов постраждало. Вот, полиция, спасатели. Вот, но, к счастью, вчера не погиб никто, хотя люди получили разное ранение. Вот, сегодня утром коммунальные службы уже убирали возле этих мест прилета. Я тоже вам добавлю фотографии, посмотрите. У нас коммунальные службы работают просто отлично. Вот, и все это было убрано. В отношении света, как я потом узнала из новостей, что были автоматически отключены линии электропередач. Поэтому света не было. И часть города сидела без электричества. Свет включили ночью пол второго. То есть, я так понимаю, что сразу же коммунальные службы этим вопросом занялись. До утра не ждали. Как я узнала, да, я просто оставила свет в ключном коридоре. И когда он появился, то, соответственно, я проснулась от света. Конечно, хочется выразить большую благодарность нашей администрации города. Я не устаю это говорить. Вот, я даже спокойно знала вечером, что, ну, к утру точно свет будет. Даже не переживала. Потому что мы к этому приучены. Мы знаем, что все вопросы очень быстро решаются. Вот. Так что, конечно, людей жалко. Очень жалко. Вот, опять же, вроде гуляешь. И погода хорошая. И солнечно. Тихо было тут. Включают сирену. Воздушная тревога. И сразу понимаешь, что у нас война. Опять же, возможны прилеты. Вот. Ну, что еще о Харькове сказать? Вот, в квартирах пока у нас холодно. Вода горячая. У меня есть недели две, наверное. Не было все лето. Вот. Вода отличная. Правда, горячая. Вот. Не тепленько. Именно горячая вода течет. Вот. Но пока нет отопления. На прошлой неделе было очень холодно в Харькове. Но пока его не включали. На этой неделе обещают потепление. Вот. Даже сегодня гуляю по улице. И прямо, ну, тепло на улице. Хорошо. Мне нравится. Поэтому, скорее всего, отопление скоро еще не включат. Вот. Но пока, пока живем так. Пока нормально. Вот. Цены высокие. Я снимаю периодически цены на продукты в супермаркетах, на рынке. Те, кто у нас живет, знают. Те, кто не живет, посмотрите. Вот. Все дорожает очень сильно. И прямо расходы колоссальнейшие. Идешь в супермаркет, берешь какую-то сумму денег, тратишь все. Вот. А домой приносишь чуть-чуть. И, собственно говоря, есть нечего. Вот. Ну, у нас война, поэтому и так, слава богу, что можем все-все покупать. Потому что масса продуктов. В Харькове все работает. Кафе работает. Вот. Масса у нас пекарен. Масса мест, где можно купить просто кофе, разную выпечку. Вот. Цены. Ну, на это доступные. Скажем так. Вообще все очень дорого. Колбаса дорогая, сыр дорогой, молочные. Продукты тоже очень дорогие. Вот. И, конечно, покупаешь немного и понимаешь, что потрачено масса-масса денег. В общем-то, все, что я хотела сегодня сказать. Вот. Это такой страх многих харьковчан. Даже такие были шутки в ТикТоке, что вот будет прилет, а я буду раздетым или раздетой. Вот. Будут меня искать. И как же будет стыдно без одежды. Вот правда, вчера я это буквально ощутила на своей шкуре, скажем так. Потому что мылась в душе, пропал свет, прилеты мокрые, холодно. Выскакиваешь и вот думаешь, нужно быстро одеться, иначе будет потом очень-очень стыдно. Ну, это наши военные шутки, скажем так. Все, друзья, я буду видео заканчивать. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И будем дальше по Харькову гулять вместе. До скорых встреч, до свидания. Жду вас на моем канале. И напоминаю, что Харьков – это Украина.